и снова здравствуйте всем привет и так откладывается пока именно блокировка youtube но это и хорошо есть повод еще что-то полепить рассмотреть какие-то именно функции какие-то программки и вот частности хочу еще раз подойдет к этой программе скульпты с альфа 6 моя очень любимая программа вот так вот включает симметрия здесь значит с правой стороны зеркалится на левую забрас левой на правой импортируем сюда болванку забрас при выключенных вот этих функциях модель должна вот появиться спереди если будет включены она будет очень там далеко и придется приближать но это опять же камера как кому удобно следующее что у нас тут есть детализация если вы нарабатываете массу можно выключить детализацию просто накидывать массу чтобы сетка не росла если вы делаете какие-то детали я рекомендую ставить где-то чуть поменьше середины этого достаточно чтобы модель выглядела хорошо но если вам прям четкую на модель то до упора отводите детализацию будет зашибись ну и по функциям сейчас пройдемся хочу вылепить попробовать именно силка как мульфин netflix называется на аркейн опции открываем в принципе вот эти вот функции вам трогать не надо больших таких изменений они не несут так что включаем background закидываем сюда наши референции первые референции я думаю давайте давайте пройдемся по фасу окей здесь кстати можно сохранять имейс от этого все картинку вот этот рабочий стол или сделать скан когда вы делаете скан нажимаете клавишу табуляция и отключаете все вот эти функции табуляция опять же включает ну а paint это уже раскраска погнали вот сейчас смотрите мы включаем кисточку drive или flatten flatten я использую именно для того чтобы вот эти вот ребра не сглаживать а просто прохожусь и вот таким образом выравниваем вот так вот и кстати вот этим флаттеном можно уже сразу форму от этого персонажа придавать так выравниваем где где губы так так же можно вот эту часть немножко подгладить вот эту часть над глазами тоже смягчить потому что видите здесь будет мягкая ткань еще на две к по научному нрс так вот включаем симметрию и вы видите что я делал одну сторону не отзеркал и не отзеркалилась это дело поэтому работаем с левой стороной то бишь пардонте с правой и вот так вот потихоньку сидим спешить некуда жалко что у меня интернет слабый не могу вести стримы можно было пообщаться и все это дело рассмотреть уже при общении так уши какие-то детали подбородка можно сгладить кисточка опять же повторюсь ватым вот так немножко здесь тоже выровняем разгладим потому что здесь буду по-другому все это делать дорисовывать дорезать так шея у него тонкая вначале можно на шею и на большого такого акцента не делать также здесь можно работать и горячими клавишами когда вы наводите вот допустим на какую-то кисточку то высвечивается рядом буква английской раскладки которая за нее отвечает если мне сейчас нужно будет на белом фоне не видно но если я хочу включить драйв то нажимаю клавишу D видите она переключается тут все они подписаны В, С, Т и так далее вот единственное не помню я какая буква увеличивает этот размер значит так X по-моему C, A C это нет, пардоните это вдавливает Z нет G сейчас найдем я вот именно горячими клавишами здесь не пользовался давно прям очень давно так ну вот единственный способ если уменьшаете модель видите кисточка остается большой приближаете она уменьшается можно вверху здесь регулировать размер кисти а это ее сила надавливания вот Ctrl Z у меня сейчас сдавливает потому что включена верхняя вот эта клавиша X вот если мы русскую C отключаем то у нас вот опять она начинает не выдавливать а вдавливать так голову чуть-чуть подравниваем посмотрим что получится за персонаж и посмотрим какие у него черты лица так вот когда вы все это дело выгладили теперь смотрим на персонаж маленький подбородок человек ну или психически не уроновесом или слабый характером по психологии надо пройтись немножко так включаем теперь grab и нам нужно это все дело вдавить вот так вот эту часть мы вдавливаем также можно ее просто флатаном брать и уже доводить так как нам надо здесь вот выравниваем вот эту часть прям выглаживаем у него нету здесь выявленных вот этих частей ну как вот от носа которые идут я многое не могу как-то по научному сказать так маленький подбородок мы его снизу уменьшаем вот так вот видите он уже стал острее вот следом что у нас уходит чуть-чуть уменьшаем так дальность школ вот эту часть хорошо пушек наверно включить рисовалку так выводим теперь драйвом делаем еще потоньше вот эти части где уши так уши немножко отводим в стороны у человека они вот так вот выглядят так виски выдавливаем шею делаем потоньше в принципе можно ее уже после того как вы вылепите персонажа доводить ну и опять же все не спеша просто сидеть и флатаном вот так вот выдавливать выравнивать вдавливать уменьшать сзади вот эту часть выглаживать чтобы она округлая была так верхняя часть вот это у него черепа желательно поднять повыше и над ушами чуть-чуть вот эту внутреннюю часть увести так ну уже напоминает вроде бы персонажа следующим этапом у нас что идет рисовалка да сначала мы намечаем где у нас вот эти линии так здесь проходит потом над глазами мягкие части потом здесь будет глаз это вот мягкая часть будет вот здесь брови в бок ну а теперь намеким именно глаза глаза будем вдавливать клей отключаем здесь тоже функции есть и будем вдавливать именно ровной частью такой побольше и через альт вот скупе сайфа 6 работает именно работает точно так же как выбрас выбрас так глаза пока вдавили смотрим расстоянием до носа такая получается стукенция я когда леплю именно вот у меня нет такого чтобы раз занялся допустим какой-то детали вот у меня раз на ухо упал взгляд я раз подтянул его допустим так теперь что у нас вот с челюстью давайте разберемся с челюстью здесь она у него прям острая и уходит вот так подбородок вперед вот вот он стал уже острее потом его до оформим нос так с носом с носом будем разбираться по референцию именно боковому уже вот он боковой референс удачно так нашелся так вот раз вы видите что здесь голова чуть-чуть наклонена здесь мы этого сделать значит болванки не можем и вывод какой или вытягивать вот этого персонажа точно так же или делать уже смотря вот на этот рефт когда будете вытягивать ставьте посередине вот этого персонажа ставьте именно посередине причем просто здесь по бокам он искажается и вот другие тут вид камерой работает он четко именно только посередине так теперь вытягиваем нос смотрим какой нос с горбинкой вытягиваем горбинку нос значит вниз он будет острый и чуть-чуть значит мы его тут подровняем так переносится глубокая что еще у него боковые части вот эти вперед поданы со лбом ну в принципе со лбом нормально здесь у него вмятина здесь выступ тоже нужно будет доработать губы так подбородок еще чуть-чуть пониже вот так скула острая ну вот уже что-то эдако так наметим резкой кризом значит сразу крот где-то должен быть тут какие детали еще у него боковой рев у него значит тут эта часть надрежем здесь сейчас делаем скулу скулу будем делать драйвом и клеем ставим кисточку поменьше интенсивность поменьше и вот так вот попробуем под накидать потом идет мышца сюда и сюда вот здесь у него измятина ну и нижняя часть здесь через альт вдавливаем делаем худощалась такую здесь уже она сама как бы лук и костью будет все здесь острые грани вот так теперь накидаем губы просто нарабатываем массу вот вот здесь у него больше здесь идет в эту часть ну а эта часть у меня чуть-чуть значит тут эта часть у него вот этот раз вот так вот здесь острое добавим добавим мякоти ну а здесь потом полоску проведем так следом нижняя губа у него маленькая здесь рисуем уже треугольником смотрите как это делается значит проводим первую полосу и потом чуть-чуть отступаем и уже рисуем вот эта часть уже будет уминаться этим мне не нравится именно скульптис альфа 6 что здесь настроены кисточки очень классно так маленькая губа уводим я сюда так вот эти части у него поднапухшие так губы маленькие и вытянутые вперед так поменьше кисточку вот так вот такого быть не может острием поэтому нужно потом из двух сторон чуть-чуть ее закруглить как бы так раз и добавить вот эту скульную часть вот эту часть тоже выкинуть следом что у нас следом получается нужно сгладить здесь подбородок вот видите скобция идет срезка срезаем подбородок и подбородок делаем так поострее вот таким образом и маленьким снизу еще можно чуть-чуть его подрезать и теперь интенсивность можно побольше кисточку тоже побольше и смело делать вот такой надрез во чуть-чуть сгладить губы чуть-чуть вниз по бокам вот здесь так что еще подбородок наверное еще поменьше и потупее так есть такое дело вот займусь сразу давайте ухом намечу чтобы уже этот рев пока отключить так что у меня там и здесь вот ноздри тоже нужно сделать так поработаем с ухом ухо делаем сначала выравниваем shift чтобы подправить сетку потому что здесь на ухе потом будет она ломаться включаем драйв клей отключаем и через альт поменьше интенсивность кисточку побольше и вот так вот сначала делаем впадину вот в этой программе вы можете не бояться что-то там вести ну как что там порвет за исключением когда вы тягиваете у вас изменяется сетка и лучше ее уплотнить уплотнение это лучше докидать массы так ухо вытягиваем вверх делаем тут типа квадраты сейчас сделаем ну а здесь уже вроде бы подходит под эту штуку вот эту часть чуть-чуть вперед вот именно вот эту конечно нужно как бы название знать да но я самоучка и как-то все это дело больше ориентируясь именно на восприятие модели так есть такое делаем платы нам пройдемся чуть-чуть здесь дадим вот такой вот переход чуть-чуть уплотним под углом поставим чуть-чуть чтобы глаз обрисовался вот теперь нормально если вы что-то накидываете здесь вам нужно массу накидать лучше делать ее под углами как бы штрихуем не делайте по прямой прям просто будет нарастать на одном месте и будет уже это дело неинтересное так еще нужно вот здесь углубление то и отключаем alt зажатый здесь побольше тоже углубляем что там у нас еще с ухом через shift зажатое колесико переносим все это дело зажатое колесико крутим колесико закрутим уменьшаем модель прибавляем выравниваем шифру правой кнопки мыши текст немножко клэя на эти вот на эту часть чуть-чуть в ухо заведем в ухе чуть-чуть массы уже без клэя тут раз чуть-чуть накидаем по краю по краю пройдемся по краю проходите модели а потом резкой смотрите и резкой проходите и считаю у вас уже все нарисовано вот именно здесь можно рисовать все классно когда вы залазите все дальше и дальше на какой-то пучок допустим на какую-то деталь она уплотняется и уходит дальше уменьшается не надо ее тут прям полировать как в этом как в зебраж так ну ухо вроде бы как бы намечено давайте сзади еще по прошлому ролику проведем вот эти вот обода для чего они нужны видите ухо сросшиеся и получается если мы сейчас вот здесь не сделаем этот обод вот этот ухо потом прилипнет к черепушке будет уже на ухо не похоже также можно вот видите режете и подрезать мочку ухо уменьшается уплотняется вытягивается и вид у него становится лучшим так это вот сейчас чуть-чуть надо уменьшить вот эти вот части во внутрь курса здесь вот мочка вот она и она не видна на рисунке но мочка выходит вперед а вот это ухо как бы идет загибом здесь вот эта часть чуть-чуть выпирает чуть-чуть уходит к черепу ну а та просто торчит округленная вот таким образом ну и можно флатану еще чуть-чуть типа как на картинке вы не вы вы не вы так меняем теперь референс и пойдем дальше по фейсу смотрим на нос если у него получается обрезка угловая она идет вот под углом и уходит на глаз тоже вот такой треугольник здесь до оформим побольше значит вот эту часть где глаз двойную линию лучше провести и здесь потом будем вминать так делаем нос потоньше поострее потупее еще тоньше делаем лучше потом добавить вверх проходим уплотняем сетку идем как под углом так нос есть уводим вглубь вот эту часть теперь подтягиваемся до глаза носу нужно уделить побольше внимания чтобы он именно был как четкий да потому что в нем вся фишка так здесь еще до переносицы делаем поменьше надрежем наметим вот эти ноздри это вот они слишком далеко это вот тут они будут и теперь давим их значит кризом а драйвом пардонте интенсивность побольше и шифтом выровняем и альтом левая кнопка мыши круговыми движениями делайте побольше какие-то отверстия их всегда можно подтянуть именно грабом и подправить так есть такое делаем так ну что ему все тут можно добавить губы у нее тонкие давайте посмотрим как губы делать кисточку уменьшаем через shift колесико подтягиваем под углом ставим и вот так под углом сделаем эти вот изгибы как вот эту часть поострее и полукругом так там вы кружкой проходим так кисточку поменьше интенсивность поменьше вот этот крис нагрежем просто вот так вот вот эти порезки чтобы знать где сейчас то будет проходить так мягкая часть так здесь мягкая часть губа чуть-чуть надутая вот так а теперь теперь вот эту скулу эту скулу надо сделать острый вот так острый и значит приподнятый к верху и флатеном под углом вот так вот применять теперь ставим под угол кисточку поменьше и вот под углом здесь тоже полируем и чтобы сделался вот такой вот вот видно вам наверно да тонкий этот треугольник что еще нос давайте кризом пройдем по носу и так чуть-чуть его еще уменьшим вот уже поменьше добавим клейн добавим здесь вот мягкая ткань еще идет где нос вот это вот и у него вроде бы нет но она есть вот эта часть ее тоже флатеном кисточку поменьше выравниваем шифтом вот так нос еще здесь сделаем потоньше ноздри так ноздри так ноздри чуть-чуть надуваем а сам нос делаем еще тоньше вот так и угол носа чуть-чуть заминаем ноздри тоже можно пройти вот так вот флатеном делают эти углубления и под углом еще полирнуть вот эту часть носовую которую теперь нужно докидать массу вот здесь вот это значит драйвом и клеймем так раз 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 и пошла она вот за носом вот эта вот мягкая часть клей отключим теперь и проведем над губой вот такие полосы клеймем чуть-чуть смягчим эту мягкую часть и накидаем вот эти вот мышцы снизу теперь флатеном под углом опять же здесь должен быть как бы треугольник вот здесь вот такая штука округленная и чуть-чуть смягченная вот ну чтоб вот этот угол появился над губой он будет делать этот переход как будто он носом ровный равный так смягчаем вот эту часть над носом и дорисовываем вот если вот где-то проводите какие то части да а здесь вот обрезка идет вот отсюда к верхней части вот а здесь уже идет угол и этот угол вот этот лучшего флата нам дорисовать как-то этот делать по-своему вот так ну вроде бы как бы вроде бы так вот эту часть поднимаем глаза у него вытянуты вытягиваем здесь брови ставятся будет уже зашибись следом что намечаем чтобы был похож уже вот видите нос нужно тут уже докидывать массу потому что этот переход еще не сформировался так режем сначала эти части на дно там ровно по линии здесь идет у нас углубление дальше идет тоже заглубление и выравниваем вот эти части флата нам так а эту часть под углом тоже формируем вот этот вот именно переход он сгладился теперь мы еще раз надрезаем вот у нас уже прикольная получилась вкладка видите ее уже нормально видно как клей отключаем проводим этот переносицу побольше делаем здесь тоже надрезы и уводим вот эту окружку вот которая на глаз идет вот эту мякоть у скелета здесь вообще дырка угла его и вот мы теперь видите сформировали нос если интенсивность поставить еще побольше то резко будет более четко так и немножко вот эту часть оттянем чуть-чуть прибавим а глаз чуть-чуть уведем вглубь вот так вот вот получается у нас вот этот угол эту часть чуть-чуть вперед это скула так поднакидаем мягкую вот эту часть ткани это уже клейн и кисточкой драйв кисточку поменьше интенсивность может чуть побольше и так даже интенсивность чуть-чуть поменьше и под углом накидываем вот так уже еще чуть-чуть поднакидаем и выравниваем вот это все флаттеном придаем ей вот этот классную форму внутри все в том чуть-чуть чтобы сетка не ломалась и флаттеном до формы вот здесь еще резник должен быть и глаз чуть-чуть побольше и внутри можно чуть-чуть и так углубить как века создать ну или века вставить уже значит же браш так что еще получается чуть чуть пониже это уже будет мимика когда вставится глаза откорректируются и костями уже персонаж будет нормально выглядеть так наметим и удавайте шею мышцы вот здесь вот порезку горло вот делаем потоньше весь треугольником доработаем мышцу так ну и нужно нам кадык вот здесь мягкие ткани вот эти вот эти вот вот как резко было вы видите чуть-чуть наверно нужно вот эту шею сделать потолще с этой части вот так вот теперь вроде бы нормально так чтобы не забыть ну теперь рисуем делаем здесь вот угол так что у нас головой головой еще больше здесь значит вот эта часть здесь у него мягкая часть сейчас это дело выгладится цветом чуть-чуть переход этот вот округлая часть видите у него округлая и маленькая в принципе в принципе он вот так... Продолжение следует... Так, вот эти части, еще раз повторюсь, которые вам надо сделать перелив, допустим, чтобы свет там играл, да, или углы какие-то. Все лучше под углом, видите, что получается, когда вы под углом проводите, вот она ее там вминает, создает вот этот угол, не докидывая массы, и формирует вот этот вот переход. Так, нос чуть-чуть тоже поострее делаем снизу. Вот этой плямбы не было, вот этой интенсивность побольше. И под углом. Вот так. 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 Так. Что еще можно тут добавить? Ну, это уже вот эти вот полоски. Можно текстуры добавить после того, как глаза вставятся. А, ну, ещё что? Подбородок вот здесь вот надо поровнее. В смысле, он округлый тут. И смотрите, с подбородком что происходит. Вот здесь идёт челюсть, вот так. А вот здесь идёт мягкая ткань, как бы, ну, там, жилы. А вот здесь пустота. Вот эта. Она тоже, когда вы лепите, играет очень важную роль в формировании именно вот этого вот внешнего вида. Так, теперь. Подбородок. Вот так ещё. Так, вот. Угу. Всё, вот подбородок теперь вдавливаем. Вот здесь вот. Именно, как бы, в нижней части эту ткань тоже приподнимаем. А теперь у нас получается флаттен и немножко флаттеном. Угу. О. 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 Получилось. Чуть-чуть, наверное, поднадуть надо. А убрать тогда вот эту часть. Оп. О. Та. Та. Немного. Та. 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 шея у нее должна быть не как у качка но мышцы должны как бы прорисовываться да здесь еще на шее здесь идет вот такая полоса ключицу наметить здесь вот такая штука вмятина это уже можно сделать я тяну закруглить эту верхнюю часть так она по-моему да чуть-чуть должна выступать наверное еще побольше вдавлена должна быть и чуть-чуть натянута на эту честь и 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 такой персонаж конечно это не конечная часть тут над ним еще нужно будет работать где-то что-то добавлять вот эти шрамы добавлять брови прическу где-то что-то корректировать не без этого принципе вот такой типаж маленький подбородок маленькие губы здесь у него все пока то такая вот такой типаж так можно немножко на переносит чуть-чуть к верху поднять ну да так ноздри ноздри чуть-чуть надуть так и вот эта часть что у меня там с носом часть чуть ниже опустить вот так голова будет в описании на скачивание если кто-то захочет не еще поработать там по порезать что-то именно сделать полноценного персонажа может стилизованного пожалуйста вот болванка вам есть так табуляция отключается можно сделать скриншот и так получился такой персонаж всем пока до свидания